Итак, друзья, мы продолжаем. Все лег. Глючный ли у меня микрофон? Слышно, нет? Скажите, пожалуйста. Привет, Слава. Ага, класс. Привет, Маша. И Слава слышно? И все хорошо? Да, все отлично. Давайте, не буду долго тянуть. Светослав Саакян, известный промдизайнер в России, преподаватель направления промышленный дизайн в школе дизайна Высшей школе экономики. Мой преподаватель, мой коллега. Очень рад, что он сегодня к нам присоединился. Поэтому даю слово. Всем привет. Спасибо, Маша. Сегодня я расскажу немножко о формообразовании и об эстетике. Это то, что меня на всем протяжении моей дизайнерской деятельности очень волновало. Вообще, надо сказать, что дизайнером я стал, наверное, с одной стороны, закономерно. У меня родители творческие. С другой стороны, вопреки, я как бы никогда не мечтал быть дизайнером. Я даже, собственно, и слова такого не знал. Но с детства любил всякую технику, машинки и любил что-то там полепить, порисовать. В общем, так или иначе, работал с формой. Ну, как работал? Интересовался, скажем так. И, оказавшись вдруг в институте, поступив в институт на дизайн автомобиля, тогда институт назывался МАМИ, Московский автомеханический, сейчас это Московский политех. Там есть кафедра дизайна автомобилей. И надо сказать, что сначала, конечно, студенты делали по наитию, как они это себе представляют. Мы решали какие-то задачи, преподаватели наши ставили задачи, какие-то технические задания давали. И мы, как понимали, это делали. И, конечно, они нам теорию объясняли, на практике все это. Я благодарен моим преподавателям за то, что они, будучи действующими автодизайнерами, показывали собственным опытом и собственным примером, как работать с формой, как работать со стилем, что такое пропорции и так далее. То, о чем мы сегодня поговорим. И информация и навыки начали потихоньку укладываться в моей голове. Проучился я пять лет, закончил специалитет. И, будучи еще даже студентом пятого курса, пошел работать. Ну, собственно, работать по профессии я стал, наверное, с курса второго уже что-то пытаться сделать, даже какие-то реальные заказы выполнять. И меня интересовало много разных вопросов, связанных с стилем, с формой, с эстетикой. Я на них не находил ответов. В книжках этого не было. Хотя были какие-то хорошие книжки, типа Юрия Сомова «Композиция в технике». Но там, скажем, в тех книжках, которые я читал, была информация, со многими вещами я был не согласен. И смотрел на теорию достаточно критически. Так как я стал автомобильным дизайнером, то многие примеры сегодня будут как раз касаться автомобилей. Я максимально постарался в презентации уйти от автопрома, потому что я думаю, что сегодняшняя аудитория, наверное, другой вектор имеет. Все-таки предметный дизайн. Но автопром, автодизайн во многом пересекается. И основная задача по дизайну автомобилей, задача, с которой работают дизайнеры, она зачастую складывается из придания формы определенному автомобилю, который более-менее похож по всем параметрам по компоновке на сотни других автомобилей. И для того, чтобы автомобиль получился интересным, запоминающимся, выделяющимся, не похожим на сотни других, дизайнеры прикладывают много усилий, и у них есть свои методы. Эти методы работы с формой, они близки к тем методам, которые есть в промдизайне, но промдизайн я так разделяю, потому что действительно эти две отрасли, они хоть и близки, но достаточно разные. Я считаю, я занимался и занимаюсь и тем, и другим направлением, я считаю, что приоритеты в автодизайне и промдизайне кардинально различаются. И автодизайн в большей степени, если мы говорим об обычных автомобилях, не о проектировании чего-то кардинально нового, автомобильный дизайн, он больше строится на передаче эмоций через форму для того, чтобы тачка получилась красивой, запоминающейся, в конце концов для того, чтобы ее купили. В промдизайне гораздо больше инструментов, чем в автодизайне для того, чтобы сделать какую-то интересную вещь. Там не обязательно играть формой для того, чтобы получить хороший результат. В автодизайне это исключение, если проект построен не на формообразовании. В основном 99,9% автомобилей это дизайн формы. Я про смысл сейчас не говорю, когда мы какие-то новые компоновочные решения применяем и так далее. Это все есть, естественно. Я сейчас говорю по стилистику. И в промдизайне этих методов гораздо больше. Там может быть выразительным не форма, а смысл предмета, материал и много-много другого. Много полей, на которых можно играть. В автодизайне это поле почти одно. Это стилистика дизайнерская. И, конечно же, автодизайнеры преуспели в этом очень сильно. И их опыт очень интересен. Сегодня отчасти мы поговорим и об этом опыте. И работая уже, уже закончив институт, работая над разными автомобилями, и не только над автомобилями, я постоянно задумывался о том, почему те или иные предметы нравятся людям. Почему другие предметы выглядят некрасивыми. Или, например, почему он нравится, а он некрасив. Такое тоже бывает. Не обязательно. Раньше я думал, что машинка или предмет обязательно должен быть красивым. Оказывается, это не так. Есть масса предметов, которые далеки от совершенства эстетического, при этом они очень классно и выполняют свою функцию. Они не уродские, но как бы не блещут своей красотой, при этом вполне могут считаться культовыми предметами. Вот. Поэтому понятие красоты, эстетики, оно, во-первых, меняется со временем, а во-вторых, оно достаточно субъективно. И что нравится одному человеку, ну, как бы не обязательно понравится другому. Но есть вещи, которые, в принципе, почти нравятся всем. И можно сказать, что я, кроме информации, которую получил и навыков от своих учителей, в общем-то занимался таким самообразованием. Я смотрел на разные вещи и пытался проанализировать, почему она нравится, почему одна вещь нравится, другая вещь не нравится, почему одна красивая, другая некрасивая, почему одна суперкрасивая, но через три года она устарела, и на нее уже так смотришь скептически, а другая вещь там 20 лет живет и не стареет. Все эти вопросы я задавал, глядя на разные-разные предметы, начиная от автомобилей и любыми предметами, окружающими нас, теми которыми мы пользуемся. И вот постепенно я начал подмечать определенные закономерности. Кроме того, мне приходилось достаточно часто студентам рассказывать тоже про то, как, собственно, сделать красиво или попасть в ту или иную стилистику бренда, или сделать как-то, может быть, не очень красиво, но чтобы оно выделялось, ярко, например. В общем, разные эстетические функции придать предмету. Так как я, собственно, и преподавать-то начал уже о-го-го, как давно, и постоянно с этой задачей в общении со студентами сталкиваюсь, ну и, собственно, с любыми ребятами, с которыми я сотрудничаю не только по образованию, но и по проекту. Вот. Поэтому та презентация, которую я вам сейчас покажу, она накапливалась годами. Там собран и мой личный опыт, мои личные наблюдения, и то, что я где-то подмечал, где-то слышал, кто-то мне об этом рассказывал. Там преподаватель или в книжке про чем. Ну, в общем, такой симбиоз знаний, которые накопились опытным путем. Ну что ж, не будем долго вас томить. Перейдем к презентации. Презентация. Видно, да? Да, может, я не слышно, но, судя по всему, видно. Вот. Окей. Значит, вкратце о себе я уже рассказал. Ну, вот какой-то небольшой набор предметов, дизайнов, которыми мы в студии занимались. Их, конечно, гораздо больше. Просто закомпоновалось на листе столько. Это чтобы в целом сложилось представление о том, чем мы занимаемся и, собственно, в каком направлении эстетическом мы трудимся, что нам нравится. Я выделил несколько моментов, которые важны при разработке дизайна, на которые я и моя команда обращаем внимание. Причем как бы это один из подходов. Я часто общаюсь с разными дизайнерами и у всех разные подходы. Я не претендую на оригинальность или на что-то как бы у всех все по-разному. Меня зачастую интересует красота идеи и нестандартный подход. Что я под этим понимаю? Ну, вот, например, розетку студии Лебедева как раз хорошая иллюстрация красоты идеи и, ну, и, собственно, нестандартного подхода. Я не считаю, что каждый дизайн должен быть кричащим, выдающимся и чем-то бросающимся в глаза. Есть прекрасные примеры, их огромное количество скромного тактичного дизайна, который выполняет скромно свою роль, при этом на каждом углу не кричит, какой он классный. Но на ярких примерах проще, наверное, увидеть то, о чем я буду говорить. И вот этот нестандартный подход, он не обязательно присущ супер каким-то оригинальным вещам, он может проявляться в, например, подборе материалов, в сочетании, в цветовых решениях, формообразовании. Много аспектов, которых может проявляться этот нестандартный подход. И дизайнер зачастую, часто, почти всегда создает что-то новое, что-то, чего еще не было. И обращать внимание на то, чтобы в этом новом была заложена какая-то интересная идея, мне кажется, надо. По крайней мере, мы стараемся в наших проектах это делать. Вкратце про сам розетку. Это тройник, так сказать, удлинитель такой, в который можно вставлять вилки в любую пару отверстий в этой розетке. По-моему, классная идея. Второй пример это вешалка. Вешалка для одежды, которая сделана просто как бетонное ведро в виде подставки и в него в бетонное ведро вставлено несколько палочек. все, то есть никакого крепежа, просто палочки держатся внутри ведра и так как они расставлены в разные стороны, так просто получается за счет того, что они по по кругу развернуты. Вы можете вешать одежду на любую из них. По-моему, классная идея. она как будто думаешь спроектировать вешалку. Первое, что приходит в голову какая-нибудь там труба с выступающими крючками там и так далее, но по крайней мере не это приходит в первую руку. И это прикольно. Вот очень хороший пример. Это ступка с пестиком для того, чтобы толочь что-то. Соответственно, в чем интерес, в чем тут классность идеи? Классность идеи заключается в том, что у пестика есть вот такая конфигурация, такая линия. И ступка она точно повторяет эту линию. только под углом и прокручена по периметру. По-моему, очень круто. И надо сказать, что мы, когда делаем тот или иной проект, мы часто, почти всегда собираем мудборд, такую доску для вдохновения. И вот этот предмет, он в наших студийных проектах очень часто висел на доске на мудборде. Мы вдохновлялись здесь прекрасно и идея, простота и оригинальность этой идеи, и воплощение самой этой вещи. И не знаю, как в промдизайне или графике или в чем остальном, но, например, в автодизайне американцев считают такими выпендрежниками. То есть американский автодизайн это такой выпендрежный дизайн. Ну, скажем, больше вкуса в европейском дизайне, мягко говоря. И насколько мое было удивление, что автором этого дизайна является американец. Я не помню его фамилии, имени, но такой мужичок просто взял, придумал и сделал. круто, я считаю. Второе, над чем, даже это первое, над чем мы думаем, и что мы берем в расчет, это ощущение. И ощущение от предмета очень часто приходит сразу, когда только узнал про тему, над которой будешь работать. Ну, например, позвонил заказчик и говорит, я буду делать там хочу тебе сказать вагон, интерьер вагона купейного или какой-нибудь там дизайн чайника или еще что-то. И у меня часто вот это ощущение, которое должно создавать этот предмет, вещь, которую мы будем проектировать, оно появляется сразу. Вот как только человек произносит сразу, как будто знаете, такое озарение бас и ты понимаешь, что вещь должна вызывать такие ощущения. Иногда это ощущение складывается со временем, иногда в момент подбора иллюстрации для модборда, но часто как раз в самом начале, и ты начинаешь обсуждать детали технического задания или брифа и уже понимаешь, в какую сторону проект может пойти. При этом форму и размеры ты еще вообще не представляешь, но уже само ощущение предмета вполне. Ну вот, например, мебель, которая создает ощущение березок, при том, что вот эти все ручки, вот эти темные полоски это реально функциональные вещи, это ручки. И это классно, здесь нет украшательства, и при этом вот это ощущение березок, оно и есть. Ну или вот здесь автомобильный пример, когда есть некий генеративный дизайн, такая растворяющаяся четкая грань, и есть значит примеры из архитектуры, чем вдохновлялись, и порезав какие-то блестящие картонки или металлические тонкие листы, автор значит приходит вот к такому формообразованию, сохраняя вот это вот ощущение остроты, которая есть и здесь, и здесь, и перенося его на автомобиль. Как я уже сказал, ощущение формулируется через мудборд. Мудборд может быть разным, в мудборде может быть несколько иллюстраций, или даже одна, может быть целый большой набор, но чем меньше, тем конкретнее тот посыл, который через картинки можно передать. Причем подход к мудборду тоже может быть разным, как его создание. Либо мы на мудборде помещаем иллюстрации, которые говорят об ощущении, лес в тумане, горная река, смеющиеся дети, не имеющие ничего общего с будущей формой, с будущим предметом, но создающие ощущение радости, подъема или чего-то, что мы хотим заложить в дизайн. Либо как здесь на этом мудборде конкретно сочетание материалов, форма образования, какие-то даже шрифты, детали, цветовое решение. То есть мудборд может быть очень-очень разным и важно, чтобы этот мудборд действительно вас вдохновлял и двигал проект в нужном направлении. надо в процессе продвижения проекта по стадиям обращаться опять к мудборду, возвращаться к нему и сравнивать, осталось ли то ощущение, которое вы заложили в начале, или оно уже меняется. То, что оно меняется, это тоже нормально, оно в процессе может меняться, может что-то не получаться, вот, но желательно, конечно, если вы над мудбордом хорошо поработали и он действительно основан не только на ваших эстетических вкусах и восприятии, но вы же в любом случае проектируете предметы не только для себя, а в большей степени для других, и, конечно же, ориентироваться в основном приходится на вкусы того покупателя, потребителя, который у вас является основным. А он, этот вкус не обязательно совпадет с вашим вкусом, скорее, вряд ли. Если он совпадает, это классно, то вам просто проще. Иногда бывает, что конкретно не совпадает, и тогда дизайнеру очень-очень тяжело сделать что-то, что он не понимает, не принимает. Но такое тоже в профессии бывает. Слава Богу, это редкость. Ну, вот, собственно, мудборд к такой серии каких-то кастрюлек электрических. Вот, вы можете посмотреть, да, как, значит, какие-то изгибы, формы, сочетания материалов в итоге отразились на дизайне вот этой продукции, да, явно перекличка соответственно с мудбордом, то есть мудборд здесь работает по полной программе. Часто, вот, кстати, да, студенты делают мудборд уже после того, как родился дизайн, подгоняют под свой дизайн мудборд. Это не очень классная практика. Это сделать просто, особенно учитывая то, что на пинтересте можно подобрать что угодно. В нашей молодости и юности никакого пинтереста, собственно, как и интернета даже не было. Поэтому модборд мы подбирали из каких-то вырезок, еще из чего-то как-то описывали, может быть, словесно. Но вот здесь прям очень хорошее попадание, хороший пример. Другой момент, на который я обращаю внимание, это простота и рациональность. Здесь я привожу, скажем, такие крайние примеры. Не каждому они будут понятны и приятны, но тем не менее. Вешалка. Вешалка, которая просто согнута из одной полосы металлической. Ну, или эпловская мышка. Она эстетически очень проста, технически, конечно, сложна. И можно спорить о ее функциональности, но тем не менее она решает свои задачи и мне кажется, классный продукт. Ну, или вот такой фотоаппарат. Это непрофессиональная фототехника, поэтому она может быть, скажем, не самый эргономичный, не такой эргономичный, как инструмент. Если бы мы проектировали инструмент, неважно, там, это бытовой ручной какой-нибудь электрический инструмент или фотоаппарат, как инструмент, профессиональная фототехника. Мы бы немножко по-другому подходили к этому вопросу. Нас бы интересовал момент того, что фотоаппаратом профессионал пользуется в течение целого рабочего дня, и у него не должна уставать рука. органы управления кнопки и всякие подвижные колечки и так далее должны интуитивно располагаться в правильных местах, в удобных и так далее. Кто с профессиональной фототехникой сталкивался, понимает, о чем я говорю. Здесь история другая. Здесь, скажем так, эстетика, несущая в себе визуального мусора, визуального шума. Чистая эстетика, которая для фотоаппарата, который как игрушка, скажем, ну, просто мыльница, ну, более-менее профессиональная мыльница. Поэтому мы можем не учитывать долгую работу, лежание в руке и так далее, что важно для профессиональной техники, и вычистить эту эстетику максимально для того, чтобы она воспринималась просто и быстро, и хорошо. Теперь перейдем непосредственно к инструментам, с помощью которых мы можем работать с формообразованием. и важнейшим инструментом являются пропорции предмета, которые вы будете проектировать. Ну, вот на примере человека у всех людей разные пропорции. И что такое пропорции? С одной стороны, кто-то ответит, что это соотношение размеров, соотношение, скажем, высоты человека, там, или каких-то размер шеи, длина шеи к высоте, например, длина шеи к диаметру черепа, или длина ноги к длине туловища и так далее. Да, с одной стороны, это соотношение размеров. И это такой первый слой, первая, значит, самая понятная история, касающаяся пропорций. Но если смотреть на человека не как на соотношение размеров, а как на соотношение масс, и вот здесь эти массы, они как раз показаны, то станет немножко понятней. и я оцениваю пропорции предметов, будь то автомобили, будь то какие-то бытовые штуки, именно по соотношению масс, не по соотношению размеров. И вот это соотношение масс, оно у всех людей абсолютно разное. Именно по этой причине опытный художник или скульптор может двумя-тремя линиями передать образ конкретного человека. Одного из 7 миллиардов или сколько там на планете, я очень не помню. У каждого человека это соотношение масс уникальное и разное. Оно влияет на осанку, на восприятие человека быстро боковым зрением. Почему мы очень быстро даже вдалеке из толпы можем определить знакомого человека, потому что мы не разглядываем его глаза, брови на таком большом расстоянии. Мы видим именно вот эти пропорции основные. и получается, что человек, тело человека выглядит гармонично, если у него хорошие пропорции этого тела. И как Сальвадор Дали сделал комплимент женщине, сказал у вас очень красивый скелет. Она, конечно, обалдела от такого комплимента, мягко говоря, но тем не менее этот о чем говорит? Он говорил именно о пропорциях тела. Вообще пример с телом человека он хорош. Можно на примере как раз разных частей и слоев этого тела проанализировать дизайн любого предмета. Пропорция это скелет, то, что лежит в основе. пропорциональная основа она влияет на долговечность дизайна. Я задавал себе часто вопрос, почему многие старые автомобили или старинные автомобили выглядят как-то странно. Они уже устарели явно, выглядят смешно, наивно, а некоторые автомобили того же времени выглядят классно до сих пор. И ты понимаешь, что это не современный автомобиль, ты смотришь на него как на старый, но при этом ты видишь, что он до сих пор выглядит красиво и актуально. Я не мог понять, в чем же причина, почему один устарел, другой не устарел. И я понял, что дело именно в пропорциях. Ну, отчасти. очень большое влияние на устаревание дизайна как раз заключается в правильной или неправильной выбранных пропорциях этого предмета. Еще один пример из жизни есть такой архитектор Людей Книс Вандерой был, точнее. Он творил в середине 20 века и строил в Германии много чего. Одним из последних преподавателей Баухауса был. В итоге переехал в Штаты и построил стал строить там небоскребы и частные дома. И вот один из небоскребов в Нью-Йорке, который он построил в годах по-моему 50-х, если мне память не изменится, или 60-х, он проектировал 5 лет. И все эти 5 лет он искал пропорции оконного проема, так как у него небоскреб был по технологии металлический каркас, облицованный стеклянными окнами, стеклянными панелями, то для него важно было подобрать пропорции вот этого оконного модуля, который будет повторяться. И он 5 лет каждый день вносил изменения в пропорции этого окна и в итоге построил небоскреб, который до сих пор выглядит современным. Причем рядом с ним появились небоскребы через несколько десятков лет, которые уже выглядят устаревшими. Это говорит о том, что работа с пропорциями как раз позволяет сделать дизайн, который будет актуальным, который не будет устаревшим. Гармоничная пропорция тела человека, как там древние греки, находили эти пропорции. Леонардо тоже. Они до сих пор актуальны. При том, что мода на красоту меняется, понятно, то в одном месте нужно побольше, то в другом поменьше. Тогда будешь красивым. Но тем не менее есть некие стандарты и каноны, которые больше завязаны не на модное течение, а на гармонию, на гармоничность образа и пропорции или на ее недармоничность. И это такие неприходящие вещи, которые будут актуальны всегда. Давайте рассмотрим несколько предметов с точки зрения пропорций. вот такой столик. Я сначала думал, что это просто 3D-модель. Это в общем-то действующий столик, он реализован. И мне кажется, что здесь как раз пропорция, когда очень тоненькие ножки, причем которые расположены нестандартным образом, и достаточно объемная столешница, они как раз создают такое ощущение интересных пропорций. Такой подсвечник тоже тут и нестандартность решения, классное сочетание пропорций, масса. Опять же, вспоминаем, что пропорции массы можно оценивать не просто как соотношение размеров, как соотношение масс. Причем пустота тоже является массой. И те люди, которые занимаются графическим дизайном, меня прекрасно поймут. Там есть приверстки, понятие пустой части листа. Не знаю, как там профессионально это называется, но ничем не заполненная ни текстом, ни картинками пустая часть листа является таким же игроком на листе и несет такой же смысл визуальный, как и заполненный блок текстом, например, или картинка. Поэтому визуальными массами также обладают и пустоты, которые описаны вокруг предмета и соотношение массы свечи к этой массе. Вот такой прекрасный пример. Это Браун. Значит, если бы не кинескоп и не вот эта нога, был бы вполне современный телевизор. И очень много и многие вещи из продукции Брауна тех времен, они до сих пор выглядят классно. вот такая соковыжималка, которая в реальности могла бы появиться сейчас и была бы настолько же современной и классной, как и выглядит вот эта. Насколько я понимаю, это сделано несколько десятков лет назад. Следующий момент это линии. Когда мы поиграли пропорциями и нашли какое-то интересное соотношение, мы можем переходить к внешним линиям. Линии очень важно уметь рисовать, делать в 3D, в макете, делать красивыми. Причем научиться делать линии красивыми достаточно легко. рука, если быстро провести по листу линию, рука, как правило, сама проведет линию красивую. Сложнее научиться сочетать красивые линии. 2-3 красивых линии сочетать красиво, потому что даже набор красивых линий можно сочетать некрасиво. И здесь как раз важны соотношения, пропорции и так далее. Много разных моментов и нюансов, которые при рисовании линий, при их взаимном расположении начинают влиять. Например, есть места перегибов линий, есть более плоские места. И, как правило, хорошо сочетаются 2 или 3 линии, если они в местах перегибов либо приближаются друг к другу, либо отдаляются. То есть или они примагничиваются, или они наоборот отдаляются и создают напряжение такое между этими линиями. И, как правило, не очень хороший результат получается, если вот этот перегиб будет сочетаться с каким-то более плоским участком второй линии. но, опять же, это всегда здесь нет определенных рецептов, которые работают всегда. Во всех случаях все по-разному. Надо просто смотреть и анализировать, и смотреть варианты разного. линия может нести в себе некую эстетическую направленность, связанную с той или иной стилистикой. Но вот на примере вот этих часов, эти часы, они, наверное, годов 2000-х, 2010-х, они сделаны в стиле 70-х годов, где были модные такие трапециевидные формы, треугольные формы, простой, лаконичный дизайн без лишних деталей, но при этом толщина вот этого корпуса или единой толщины простые такие стрелки, они выдают более современный дизайн. Если бы корпус был потоньше, стрелки были в виде треугольников такие застренные, то явно это был бы дизайн 70-х, а здесь стилизация, но при этом вот эта вот линия, она несет характер вот тех изделий 70-х годов, которыми вдохновляемся. Ну, или здесь линии, которые явно очень-очень современны, хотя я не знаю сколько этому ножу уже лет 10, наверное, но тем не менее, то есть это не прошлые это что-то более современное, явное. в автомобилях очень часто используют большое количество сложных линий, и они хорошо должны сочетаться друг с другом. И я выяснил, что оказывается есть определенные закономерности, они не только в автодизайне используются, но тем не менее, в любой форме, для того, чтобы сложная линия на сложной поверхности выглядела лаконичной и простой, она должна лежать в одной плоскости. Ну, например, вот здесь, это тот же самый автомобиль, мы видим сейчас вот здесь сверху, посмотрим на вот эту линию вверх крыла, и на вот эту линию вот она идет, линия черной вставки. И вы видите, что на этой фотографии они практически вырождаются в прямой линии, то есть на виде вот отсюда, откуда снимается, эти линии распрямляются, то есть они лежат в плоскости зрения. Вернемся сюда, видите, что эти линии лежат в таких разных плоскостях и выглядят совершенно разными, при этом они, каждая из них лежит в своей некой плоскости, и тогда эти линии воспринимаются легко и красиво. Если бы эта линия шла, 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 и потом изгибалась бы как-то по-другому, вот здесь шла в одной плоскости и потом поворачивала бы сюда или сюда, то она воспринималась бы очень тяжеловесно, нелегко и некрасиво. То есть там был бы какой-то для зрителя такой затык, на который глаз постоянно обращал внимание и не давал бы восприятию быть легким. поэтому если вы работаете со сложными поверхностями и линиями, то желательно каждого из них стройте в плоскости. Но опять же, здесь нет абсолютных правил. Есть примеры, когда это правило не действует и при этом вещи выглядят классно красиво. Пластик поверхности это то, что как бы между вот этими линиями натянута. Поверхность может быть, может выражать разные эмоции, так же, как и линия, так же, как и общий характер изделия. Поверхность может быть активной, напряженной или вялой, или, например, какой-нибудь вальяжной или точной какой-нибудь по-немецки простой. В общем, поверхности бывают разные. Вот как раз форма этих поверхностей создает характер изделия. И с этим характером можно работать. Но вот здесь, например, как раз форма, она такое ощущение тягучести создает. То есть одно вытекает из другого, такая петля мергивая своеобразная. Ну, или здесь все такое четенькое, минималистичное, при этом это не супер минимализм, где нет радиуса. Оно такой минимализм с человеческим лицом, с характером. я разделяю в работе с формой два подхода. Первый подход это скульптурный, это когда у нас объект получается, ну, вот эти линии получаются пересечением поверхностей. то есть, грубо говоря, мы взяли какой-то общий объем и из него начинаем вырезать, отсекать лишнее. Вот два примера, когда у нас скульптурный подход к формообразованию. Ну, вот это иллюстрация данного подхода в автомобиле. Есть графический подход к форме, когда мы на форме рисуем какие-то линии и уже между ними создаем поверхность. Вот тоже из автомобилей такой пример, когда можно как угодно нарисовать линии, между ними натянуть поверхность и получится характер формы. И надо сказать, что по этому пути идут большинство автомобильных дизайнеров и, наверное, меньшинство промо-дизайнеров. Промо-дизайна больше свойственен вот этот подход, когда у нас форма является следствием каких-то, скажем, геометрических действий с этой формы. И очень важным является цветоматериал. Я уже быстро пролистаю, потому что мое время заканчивается. Просто работа с цветным материалом это тоже очень мощный инструмент, который поможет не просто работать на красоту и на эстетику, но и быть информативной составляющей. Например, вот здесь какие-то значки, они выделены цветом, то есть информация, которая влажная, она выделена цветом. также цветом разделены две зоны. Первая там, где двигатель, вторая там, где механизм. Ну, или вот такой вариант работы с цветом. Также материал очень влажен. и надо сказать, что самые лучшие примеры промдизайна, они как раз на стыке работы, на стыке классной идеи работы с материалом. Все самое интересное получается, когда мастерски работаешь с материалом и технологией. Если просто так применяешь как бы бездумно, то, скорее всего, получится что-то обычное и банальное. Ну, вот как пример работы, хорошая работа с материалом. Или вот прекраснейший пример, когда в парфор работает просвет и внутренняя часть этой чашки круглая, а внешняя граненая. Соответственно, у нас получается разная толщина и она вот это ощущение полупрозрачности усиливает. Ну, или здесь донышко прозрачное. И за всем вот тем, о чем я сегодня сказал, важно не потерять характер. Характер предмета, под которым вы работаете. Опять же, возвращаемся к ощущениям, к модборду. Если мы заложили определенные ощущения и характер в самом начале, то мы должны этот характер отслеживать. Желательно его не потерять в момент, когда проект уже подходит к своему завершению, когда уже все спроектировано, когда изделие готово. Ну, вот как-то так. Благодарю вас за внимание. Есть ли ко мне вопросы? Спасибо большое, Слава. Пока ребята думают над своим вопросом, я задам вопрос, который, думаю, будет полезен многим. Можешь ли ты порекомендовать какие-то упражнения, которые стоит делать каждый день, чтобы прокачать свое чувство пропорций, чувство эстетики? Да, спасибо, Маша, хороший вопрос. Да, конечно, я, собственно, сам постоянно тренируюсь и совершенствуюсь в этом. Для того, чтобы лучше чувствовать пропорции, нужно рисовать с натурой. Рисунок с натуры дает вот эту возможность сравнить то, что ты нарисовал, с тем, что ты видишь, то, с чего ты срисовываешь. И тренируется глазомер, тренируется чувство соответствия пропорций одних других. Ну, и наблюдательность, наблюдение за вещами, которые прошли, скажем так, уже какое-то время назад были сделаны и не устарели. Пытаться понять, почему это так получилось. Ну, и рисовать, конечно. Кто-то, большинство дизайнеров рисует, поэтому я про этот инструмент говорю, кто не рисует, но в моделинге, если вы не рисуете, например, занимаетесь 3D-моделингом или скульптурой, в моделинге сложнее. Это понять, в рисунке проще всего и скульптуре хорошо. То есть, если вы там лепите, а не рисуете, то тоже нормально. Что касается линий, ну, здесь, опять же, надо рисовать, срисовывать чего-то красивого и также смотреть на вещи с интересными и сложными линиями. Причем смотреть в динамике, да, вокруг какой-нибудь машинки красивой походить, там, не знаю, в салон Бентлис ездить, да, их куча по Москве ездит, особенно на Мясницкой полным-полно всего такого и рядышком. Вот, поэтому можно, не обременяя себя никакими поездками, значит, смотреть вокруг и подмечать какие-то вещи. Также пропорции можно отслеживать очень хорошо в графике. В графике это еще проще делать, потому что там плоская история, да, и очень много качественно сверстанной графики, книг, брошюр, рекламы, там тоже можно этому учиться, необязательно на каких-то формах это делать. Ну и немножко прорекламирую себя, можно, да, себя прорекламирую? Вот, я также веду, кроме вышки, веду свои курсы, вы можете найти меня в Инстаграме, следить за объявлениями, я думаю, что курс по формообразованию, он достаточно актуален, многие интересуются у меня задают в последнее время много вопросов по этому, и я думаю, что мы проведем курс по формообразованию как отдельную дисциплину, поэтому приходите, милости просим. Да, я готов ответить на вопросы, если они у вас появились. Спасибо, вопросов пока почему-то нет, но я думаю, все под впечатлением от обилия полученной информации, вот, поэтому не стесняйтесь, пишите Славе Саакяну в инстаграме, он в инстаграме Слава Саакян, как это ни странно, легко найти, он там точно будет один. Спасибо, Слав, мы в 17.10 продолжаем с Буляш, Буляш Тадаева, основательница Zero Waste Lab, присоединится к нам в 17.10, поэтому есть пара минут на перерыв. Спасибо. Спасибо.